Приветствуем всех на Верность ТВ, канале, где мы с вами вместе спасаем животных. К нам поступило сообщение о травмированном коте. Он где-то поранил лапу, но, к сожалению, пропал на несколько дней, и женщина не смогла сразу ему помочь. Вернее, частично смогла. Но подробности сейчас узнаете в ролике. Сегодня к нам приехал вот такой новый пациент Рокки. Но привезла его девушка, пока нас еще не было в клинике. Сейчас будет понятно, в чем у него проблема. Вот это лапа. Висит прямо на сухожилиях, на костях, да, я так понимаю. В общем, какая история. Кот уличный, девушка его подкармливает. Неделю назад он пришел с такой лапой, может быть, даже больше чуть недели назад. Уже были опарыши в Ране. Она обработала и хотела с утра его там лечить, не знаю, к нам доставить или сама лечить. И он ушел. Прошло 4 дня, он снова пришел. И вот через 2 дня она привезла, 6, 7, ну да, 7 дней, получается, 7 или 8 дней прошло. Ткани уже умирают. Тут восстанавливает, наверное, уже даже, наверное, не чувствует он. Ну, черненькие они, некрозные. Уже все, некрозные. Ну, кот, если бы ты не ушел на 4 дня, пасли бы тебе лапу. Да, можно было бы стянуть, конечно. Ну, спасибо большое девушке, что обработала от опарышей. Хотя бы этой беды удалось избежать. Рокки, ты бойцовский кот куда-то влез? Очень маска. Как думаете, это капкан, железо, профиль, что-то? Может быть и профиль, может быть и капкан, леска какая-то. Тут все что угодно можно быть, какой-то хрячий на улицу. В общем, чем-то порезался. Это консервная банка, может быть, да. И из-за того, что Рокки у нас ушел на эти дни, придется нам ампутировать, да? Ампутировать будем по запястью? Думаю, что да. Посмотрим, поскольку здесь воспалительный процесс еще острый. Может быть, чуть повыше получится. Конечно, не хотелось, была бы передняя. Если она будет опорная, то есть смысл оставлять. Тогда нет смысла оставлять так, потому что будет ей биться. Или биться, да. В общем, как ампутировать будем еще решим. Ну, пациент вот такой ласковый, спокойный, хороший. Показал сбежать из стационара. Потом понял, что здесь кормят. И не пошел. Пусть к сердцу мужчины лежит через ваш грудь. Вон он как наелся. Да, наелся как кабачок. Операция, в общем, будет завтра. Держите кулачки. Обо всех новостях расскажем по мере поступления. Я так думаю, что возраст ему лет 5, наверное, да? Нет, он такой приличный, пацан. Приличный. О, такой. Да, ему, мне кажется, жизнь приличная. Хорошо доставлюсь, да, кулаки обломаны. Ну, давай поставим тебе 8. Выглядит лет 5 просто. Такой битый, но не старый. Ну, может быть, просто обычная матерая куба. Вот, вот такая история. Так что Рокки у нас на лечении. Все, кто хочет поддержать Рокки, его будущую операцию и стационар, можете ставить пометку Рокки, и все финансы пойдут для него. Ну, либо заказать корма. Да, корма. Посмотреть тусовку или нет? Ну, можем посмотреть, да, почему нет. Посмотрим, насколько тебе там весело или не весело. Коти. Нет, куда пошел? Че это? Он уже привык с этой лапой так жить, видимо. Да, Егор, уже привык. Прям блохастый-блохастый. Я его глажу прям весь. Видеть в бложках черных. Вон, вон они. Кот. Оборвать. Чудо-микроскоп, который нам с вами все время показывает. Он очень активно жизнь живет в нашем Рокке. Ну, прям их там вообще очень много. В общем, помимо этого нам надо еще будет и от тошного клеща прилечить парня. Я думаю, он будет в наркозе спать, и мы ему хорошо ушки почистим. Прочистим, прокапаем и дальше будем капать. Чтобы это было менее травматично для животного. Ну, а спустя пару дней, наверное, отблок, да? Пока еще тоже рановато. В общем, такая вот история. Держите кулачки за парня. Будем восстанавливать, лечить и по возможности пристраивать. Так что обратите внимание, парень очень хороший, ласковый. Когда поест, спокойнее. Когда не поест, активно ищет еду. Покушать любит, да. И людей любит. Покушать любит.